вот такая видеокарта попала ко мне в руки наверное это самая дешевая карта 4060 хотя возможно еще дешевле только однокулерные я не брал ее для майнинга просто она у меня будет через пару дней вот решил протестить и мне очень интересно было бы узнать на что способны дешевые карты в майнинге какие хэшрейты они выдают из какой видеокарты из 3 серии можно сопоставить все по хэшрейтам и об этом и будет видео потестируем эту карту посмотрим как она разгоняется какие хэшрейты покажет какие температуры вот такая вот карточка kfa2 geforce rtx 4060 на момент съемки видео такую видеокарту можно купить где-то в районе 35000 если ну если прямо пойти ногами и купить до в днс и там или в сетеринке если постараться поискать там где-нибудь на озоне или какие-то промики накатить от мега маркета например подождать такие то мне кажется в районе 30 ее можно достать что давайте посмотрим на что способна эта видеокарта главные новости по майнингу вы найдете в моем первом телеграм-канале а главные новости по телеграм-активностям вы найдете у меня во втором телеграм-канале а все майнинг оборудование с моего канала вы найдете у поставщика майнинг центр все ссылки оставлю в описании к видео тем временем биржа битмарт запускает новую акцию для пользователей из снг вы можете воспользоваться их p2p обменником и купив usdt на сумму 5 usdt вы можете получить кэшбэк также в 5 usdt данная акция продлится с 8 августа по 23 августа будет длиться всего две недели и тем самым сто первых пользователей смогут выиграть кэшбэк на сумму 5 usdt п2p на бирже битмарт сейчас на стадии развития цены здесь рыночные также есть поддерживаемые популярные банки сбербанк райфайзен и соответственно sbp система быстрых платежей выбираете удобный для вас способ и как видите у этого продавца 5 транзакций здесь 16 транзакций таким образом вы еще успеваете поучаствовать в акции попасть в первую сотку и получить кэшбэк в размере 5 usdt за то что совершите сделку от 5 и идите а при регистрации по ссылке в описании вы также участвуете в розыгрыше 10 и идите просто за регистрацию вот за кадром я снял упаковочку посмотрим что она из себя представляет буду орудовать одной рукой здесь у нас инструкция по установке ну и соответственно сама видеокарта что очень минималистичная здесь у нас одно питание на 8 пин мы все подозреваю что карта будет очень холодная собрал такой простейший тестовый стенд здесь у нас обычная материнская плата за 270 от msi там процессор intel celeron g 3900 ну прям все из 17 18 года пришло и вот на этом стенде мы будем ее тестировать хайуэс запущен и у нас имеется видеокарта 4060 с памятью samsung и с power limit от 90 до 130 ватт также мы с вами можем перейти в полетные листы и здесь я подготовил уже основные монеты которые мы будем тестировать на данной видеокарте карты 4 серии неплохо копают ядрозависимые монеты как раз давайте начнем с монеты грамм проверим на стандарт настройках которые у нас согласно хешрейт но на самом деле это не предел мы можем здесь увеличивать power limit а также увеличивать ядро и в таком случае получим больше хешрейт но как следствие и больше потребления вместе с нагревом карты давайте все покажу в таком случае на монете грамм мы получаем почти 33 гига хэша но мы можем также и увеличить данное значение для этого нужно будет поднять power limit хотя бы до 110 применяем ну и также можем выращивать ядро например 2900 в таком случае получим дополнительный прирост к хешрейту и вот таким образом получили 3200 гигахешей и как вы можете заметить что температура на карте стала практически 70 градусов а это значит то что для ее охлаждение примерно до 63 градусов или 65 потребуется уже стопроцентные обороты вентиляторов что не очень хорошо возможно поэтому на хешрейт но и ставят ограничение пл в 100 и выставляют более низкий разгон таким же образом можем протестировать и другие популярные монеты на видеокарты здесь не будет кубика потому что там постоянно разных эшрейт и эта информация быстро устареет уже через неделю поэтому я и даже не буду тестировать монету кубик давайте посмотрим монету NEXO и таким же образом возьмем небольшой разгон потом увеличим power limit и соответственно поднимем хешрейт и все данные для того чтобы вас не отвлекать я сведу в общую таблицу таким образом протестировал основные монеты которые еще не ушли на асики но а если даже ушли то не в массовое производство так сказать у нас по грамму получается вот настройки с хешрейт но сверху потом с до ускорением вот ядро я выжимаю как могу соответственно получаю больше хешрейт при условии что еще маленько power limit поднимаю вы можете заметить то что само ускорение составило примерно 10 процентов также на монете курин можно таким же образом все это дело поднимать здесь также получили хешрейт примерно на 10 процентов выше на монете raven coin особо не удалось по ускорять получилось 18.5 мега хешей на монете NEXO поставил ядро 2600 получил здесь даже в районе 20 процентов по моему увеличение хешрейта ну и монета hell получилось 19 целых 35 сотых мега хешей саму видеокарту 4060 я бы сравнил скорее с карты 3070 она пытается на монете грамм по хешрейту я догонять допустим у 4060 почти три гига хеша а у 3070 чуть больше трех и таким образом ближайшего конкурента который будет чуть лучше ее это карта 3070 я вижу это так например на монете NEXO у нас карта 3070 вообще выстреливает еще выше у нее здесь например обещается в разгоне 88 мега хешей в то время как у 4060 только 70 на конкретно на этой монете 4060 она даже чуть хуже чем 3060 ti мне кажется если у вас каким-то случайным образом оказалась карта 4060 например вы собрали себе комп воткнули ее туда то почему бы и не помайнить в любом случае майне надолго срок ваши монеты должны будут вырасти но если вы собираетесь собирать какую-то большую ферму из однотипных карт то скорее стоит обратить внимание на какую-нибудь другую модель возможно какие-нибудь 3070 лэп топ лично я не уверен что собирать ферму из карт 4060 это хорошая идея в плане стоимости за 1 мега хеш но одновременно с этим стоит учитывать то что покупка любых видеокарт сейчас возможно привезет к тому что они уже устареют совсем скоро потому что как вы знаете намечается выход 5000 серии вот нашел статью о dns 14 дней назад и и что здесь пишут по этой теме предварительно говорят то что мы возможно даже увидим карты 5090 в четвертом квартале 2024 года то есть вот совсем совсем скоро конечно возможно это будет начале 1025 года как говорят другие источники но в любом случае уже наступает практически сентябрь уже скоро будет и 4 квартал вот уже почти наступил и здесь соответственно можем увидеть два варианта первый вариант то что они будут стоить очень дорого это будет в том случае если криптовалюта начнет расти как раз в этот период в момент продаж из видеокарт а второй вариант это то что мы сможем купить достаточно выгодно если криптовалюта также будет на дне и майнинг будет невыгоден в таком случае возможно сможем взять их по вполне хорошим ценникам и будущем они будут стоить в наших руках еще дороже вот такое вот видео получилось если оно вам понравилось обязательно ставьте лайки подписывайтесь на youtube канал и на telegram канал у меня есть два telegram канала первый канал связан с майнингом здесь можно подсоединиться и обсуждать новости про майнинг а второй канал по всяким таблокам и другим telegram приложениям в которых мы ждем листинг и вознаграждение за участие в этих проектах если вам это интересно то обязательно подписывайтесь всем спасибо за просмотр